Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о работе над виноградной гроздью. Наверняка вы слышали, что иногда в ней выстригают лишние ягоды. Вот мы поговорим, как это сделать, для чего это сделать, в какие сроки лучше это делать, чем это делать. Ну, в принципе, для чего. И первое, конечно же, для чего. Когда мы выстригаем некоторые ягоды, я расскажу, какие виноградные грозди, мы преследуем две цели. Первая цель эстетическая. Смотрите, гроздочка, да, и мы видим, что здесь разнокалиберные ягоды. Есть такие крупные, красивые, а есть совсем миленькие. Оно так останется и в дальнейшем. То есть все вырастет, конечно, в объемах, но будут крупные ягодки, а будут миленькие. Они, конечно, все равно будут вкусными. Это лора. Будут без косточек, но внешний вид так себе. И сейчас что мы можем сделать? Маникюрными ножничками вот эти вот мелкие ягодки поубирать. А в таком случае крупные ягодки у нас станут еще крупнее. И вот сейчас я, когда все это порежу, да, может показаться, что вот гроздь будет такая некрасивая. А бы какая, нет. На самом деле потом она будет нормальная. Вот вся эта мелочь уйдет. А крупные ягодки вырастут еще больше, и мы получим хорошую, красивую гроздь. А надо ли нам это делать? Ну, как говорится, по желанию. Хотим, можно сделать. Не хотим, ленимся. То есть можно не делать. Такая операция, скажем так, необязательная. Вторая ситуация у нас, скажем так, вынужденная. Смотрите, вот это гроздочка зигиреба. У зигиреба грозди очень плотные, а кожица довольно тонкая. Конечно, при благоприятных погодных условиях все будет хорошо, но если я не успею, скажем так, вовремя полить, да, а будет стать сухая погода, потом пойдут затяжные дожди, ну, как в прошлом году у нас вообще дожди шли, наверное, там неделю, то в таком случае может быть треск. Причем, понимаете, когда гроздь у какого-то винограда рыхлая, то он меньше подвержен треску. Даже в прошлом году, когда я рассказывала про треск, я показывала на мускат-блау пример. Может, не показывала, но рассказывала. Что было? Гроздь рыхлая, и ягодки целые. А вот так вот до нее дотрагиваешься, ну, это уже момент зрелости ягод, и она прям под пальцами лопается. То есть, понимаете, создается такое давление. А здесь они вот прям как кукурузинки. Ягодки и так сами себе давят, и если у нас начинают идти дожди, то все становится гораздо хуже. И вот в прошлом году я попробовала часть ягод вырезать. И вот те гроздья, где я ягодки вырезала, у меня с ними все было хорошо. И вам может показаться, ай, ну, вот это лишняя работа. К тому же все равно некоторые потери ягод, может быть. Но если я не успею вовремя отреагировать, допустим, в случае треска, ягода начинает загниваться, и потеряю я гораздо больше. Поэтому лучше сделать это сейчас. Вот как раз вот такая вот стадия, она, можно сказать, идеальна. Ну, можно даже чуть меньше. Для того, чтобы вырезать. И смотрите, что мы можем делать. Мы можем вырезать вот единичные ягодки, ну, таки помельче. Да, они все видно здесь. Вот. Поворачиваем, поворачиваем. Вот это вот все более мелкое. Убираем. Не бойтесь, потом ягодки увеличатся в размерах, и они все эти пробелы закроют. Получится хорошая, красивая гроздочка. А второй вариант. Мы просто берем гроздочку и вырезаем прямую дорожку. Все ягодки, которые нам, скажем так, будут попадаться на пути. Вот здесь можно еще чуть-чуть. Вот у нас образуется такое пространство. И потом остальные ягодки, когда они начнут расти, то есть им будет куда сдвинуться. Ну, конкретно в этой гроздочке еще можно, конечно, вот эти ягодки чуть-чуть поубирать. Вот. Ну, в принципе, дорожки может быть достаточно. Все. То есть, таким образом, я минимизирую свои риски в потере урожая и улучшая его качество. То есть, кажется, да, вроде же я убрала ягодки, но, тем не менее, если вдруг пойдет треск, пойдут гнили, то потери у меня будут гораздо больше, и урожай будет гораздо худшего качества. Конечно, если я там на месте, да, я могу какие-то еще обработки делать против гнили. Еще что-то, но, к сожалению, в этом сезоне такой у меня очень загруженный сезон получается. Поэтому я не могу уделить много времени винограднику. Мне гораздо проще сейчас поработать с гроздями. Тем более, напомню, в прошлом году вот я попробовала, и я реально увидела эффект, что гроздочки, в которых я ягодки вырезала, практически там ничего не треснуло, и получились хорошие, красивые гроздочки и ягоды. Гроздочки у зенгиреба довольно плотные, но я немножко их прореживала, с одной стороны, и в этом году, к сожалению, несколько вот, когда шли проливные дожди, они испортили нам картину. Ягодка кое-где потрещала. Кстати, вот там, где я проезживала гроздей, там она потрещала меньше. Вот здесь, видно, такая гроздочка рыхловато. Поэтому, значит, да, напомню, два варианта. Первая эстетика мы убираем, плохо опылившиеся ягоды. Ну, тут уже по желанию, да, хотим красивые гроздьи, можем убирать. Не хотим возиться, но, в принципе, можно это не делать. А вот второй вариант у тех сортов, у которых гроздь очень плотная, а кожица тонкая, я очень рекомендую сделать это прореживание. Ну, как угодно, хотите убирайте единичные ягоды, хотите, прорезайте дорожку. На самом деле, все это можно сделать достаточно быстро. И этот прием себя оправдывает. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды. И мои контакты. До новых встреч!